Бои идут на исторических рубежах России, им так заявил Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в московских Лужниках. Визит самого высокопоставленного дипломата КНР в Москву – мощный сигнал Вашингтону. Россия и Китай договорились углублять сотрудничество. Евросоюз выступает за создание специального трибунала, чтобы усудить президента России и ее военное руководство за преступления и агрессии против Украины. Бои идут на исторических рубежах России, им так заявил президент Владимир Путин, выступая на митинге-концерте в московских Лужниках. На мероприятие собрались десятки тысяч людей, в том числе участники специальной военной операции. Так российские власти называют боевые действия на территории Украины. Я знаю, вот сейчас только слушал высшее военное руководство страны о том, что прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, которые и здесь стоят сейчас, рядом с нами. Формально концерт приурочен к Дню защитника Отечества, который в России отмечают 23 февраля. В прошлом году на следующий день после праздника началось российское вторжение в Украину. Генсек ООН Антонио Гутерриш назвал вторжение России в Украину оскорблением нашей коллективной совести, нарушением международного права. Его слова знаменовали начало дебатов Генеральной Ассамблеи, направленных на получение широкой поддержки резолюции о справедливом и прочном мире. Украина отстаивает свое право на самооборону. За проект резолюции активно выступают в США. Россия обвиняет Запад в эскалации конфликта. Это на своем стремлении победить Россию любой ценой. Они готовы пожертвовать не только Украиной, но и вернуть весь мир в пучину войны. Авторами проекта резолюции Генассамблеи ООН стали около 60 стран. Текст, который подчеркивает необходимость прекращения военных действий и подтверждает приверженность ООН суверенитету независимости Украины, остается символическим жестом и не имеет обязательной силы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Визит в Москву самого высокопоставленного внешнеполитического деятеля Компартии Китая в преддверии первой годовщины начала войны в Украине мощный сигнал Пекина, как Москве, так и Вашингтону. Ван И был тепло принят президентом России, который сказал, что у их стран есть общий стратегический интерес. В этой связи сотрудничество на международной арене между Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, как мы неоднократно подчеркивали, имеет очень важное значение для стабилизации международной обстановки. Китай отказался критиковать вторжение в Украину, и Ван И намекнул, что это не произойдет под давлением США. Совместные военно-морские учения России и КНР в Южной Африке стали еще одним свидетельством растущего военного сотрудничества. США опасаются, что Китай готов пойти еще дальше и поставлять Кремлю оружие для войны в Украине. Пекин отрицает, что у него есть такие планы, и в свою очередь осуждает Вашингтон за поставку оружия Киеву. В Брюсселе все громче звучат призывы судить президента России и ее политическое и военное руководство за преступления агрессии против Украины. Европейские комиссии и парламент хотят, чтобы для этого был создан специальный трибунал, как это было после Второй мировой войны. Соединенные Штаты, Германия и ряд других стран ЕС активно поддерживают эту идею. Однако Россия, скорее всего, наложила бы вето на любую резолюцию такого содержания, представленную в Совете Безопасности ООН. По мнению профессора права Брюссельского свободного университета, такая задача может быть поставлена перед Генеральной Ассамблеей ООН, в которой участвует 193 государства. Генеральная Ассамблея ООН Ассамблея ООН. collect evidence about this crime of aggression, considering that the European Commission just announced that they will have a specific centre with experts from July on dedicated to this task. There is no doubt that this operation violates the United Nations Charter, and the difficulty here is that we don't really have recent precedents of collecting evidence for the crime of aggression. So it will be interesting to see how the centre tackles this. Обвинение в военных преступлениях и геноциде в Украине уже расследует другой орган – Международный уголовный суд. Но Россия не признает полномочий МУС, в отличие от 123 стран, в том числе всех 27 членов ЕС. Не признают их и Соединенные Штаты, но посол по особым поручениям Госдепартамента говорит, что ее страна помогает Международному суду. Что касается создания специального трибунала для преследования российского руководства, то американский посол по глобальному уголовному правосудию называет несколько вариантов, в том числе с участием пострадавшей страны. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что с момента начала российского вторжения год назад власти страны зарегистрировали более 65 тысяч военных преступлений, таких как казни и сексуальное насилие. Италия приняла решение передать Украине несколько комплексов ПВО Сампте, известные также как Мамба. С прошлого года такие установки находятся в Румынии. В рамках масштабной программы по укреплению восточного фланга НАТО, на берегу Чорного моря был развернут французский зенитный дивизион. Сомпте, франко-итальянский проект 90-х годов. Он может обстреливать несколько целей одновременно и поражать самолеты на дальности до 100 километров, а баллистические ракеты до 35. С весны прошлого года в Румынию направлены несколько тысяч военнослужащих НАТО. Кроме французской Мамбы, в Румынии развернута и американская система противоракетной обороны. Утверждается, что вместе эти комплексы способны перехватывать практически все типы российских баллистических и крылатых ракет. Во Франции учительница скончалась после нападения школьника. По данным прокуратуры, ученик ворвался в класс в среду утром во время урока и нанес преподавательнице испанского языка несколько ударов ножом. 16-летнего нападавшего арестовали. Следователи предполагают, что терактом это не было. Местные СМИ приводят неподтвержденные данные о том, что у подростка могло быть психическое расстройство. Власти страны выступили в поддержку учителей и преподавателей. На место преступления прибыл министр образования Франции.